В эфире Вести Ульяновск, в студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Оценил экономические перспективы региона и обсудил правовое просвещение с законодателями. В регионе с рабочим визитом побывал полномочный представитель президента России Игорь Комаров. Развязку президентского моста запустят в следующем году. Работы идут с опережением графика. Новый рекорд побит. Ульяновские аграрии собрали 2 миллиона тонн зерна. Сегодня с рабочим визитом в Ульяновск прибыл полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Первым делом полпред отправился на заседание Ассоциации законодательных органов ПФО. О соглашениях, подписанных на полях Ассамблеи, Павел Игнатьев. В здании областного правительства законодатели со всего Поволжья. Традиционное заседание 59-е по счету. В этом году его отсрочила пандемия. Но несмотря на все сложности, собраться все-таки удалось. Регионами была проделана очень большая, серьезная работа, которая позволила оперативно адаптировать систему здравоохранения для борьбы с болезнью. По результате принятых эффективных мер мы видим, что эпидемиологическая ситуация в регионах нормализуется. В руках каждого делегата объемный доклад. Главный вопрос на повестке – юридическая поддержка населения. Пример – Ульяновская область, где для 22 категорий граждан правовая помощь и вовсе бесплатная. Перечень получателей такой поддержки шире, чем на федеральном уровне. Там их только 12. Эти расходы берет на себя бюджет региона. Дорого. 30 миллионов дорого. Но нужно. Особенно в нынешней ситуации. Глава областного парламента заверил – список граждан, претендующих на безвозмездную поддержку специалистов, сокращаться не будет. Напротив, решается вопрос о добавлении новых категорий. Коллеги из соседних регионов одобряют – люди должны знать свои права. Любой закон, любое действие, которое проводит государство, исполнительный власть или законодательный власть, оно становится эффективным, это действие, только тогда, когда это поднимает рядовой человек. Вот живущий муниципалитет. Полезный опыт законодатели округа обещают перенять. Правовое просвещение должно быть доступным. В идеале, как здесь, бесплатным. На примере Ульяновской области мы сегодня убедились, что эта работа выстроена профессионально, грамотно. Удалось объединить усилия правового сообщества, адвокатов, студентов юридического факультета, профессиональных юристов в этой работе. Совместную работу парламентарий Приворского федерального округа продолжат. Сегодня договоренности закрепили на бумаге. Главы законодательных органов подписали межпарламентские соглашения о сотрудничестве. Одно из них между Ульяновской областью и Республикой Мариэл. В плотном деловом графике не обошлось и без торжественных моментов. Завершилось заседание чествованием тех, кто стоял у истоков ассоциации. Отныне Борис Иванович Зотов – ее почетный член. 12 лет он возглавлял парламент Ульяновской области. Награда за честный труд на законодательном поприще. Павел Игнатьев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Резиденты есть. Дело за расширением производственной площадки. Перспективы развития портовой особоэкономической зоны региональные власти сегодня обсудили с полномочным представителем президентов по Волжье. Игорь Комаров целый день работает в Ульяновске. Он ознакомился с содержанием площадок по ЭЗ и посетил уникальное для России предприятие по выпуску композитных материалов. Репортаж Артема Петрова. Самолет полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе приземлился в Ульяновском аэропорту Восточный в 11 часов дня. Дорога до первой точки в рабочем графике полпреда заняла еще примерно 5 минут. Игорь Комаров, что называется, на себе проверил транспортную доступность, уникальной для России портовой особой экономической зоны. В июне были завершены строительные работы по возведению второй очереди ПАЭС. Общая площадь трех производственных корпусов превышает 15 тысяч квадратных метров. Сейчас, опять же, при поддержке губернатора завершаем проектирование еще трех производственных корпусов. Общая площадь 28 тысяч квадратных метров. У нас потребность сейчас, с учетом подписанных соглашений, порядка 80 тысяч. Нам надо вот таких корпусов. Известны и резиденты, которые для локализации выбрали Ульяновскую область. Большую часть займет производство отечественных современных композитных материалов для промышленно-гражданского строительства, электроэнергетики и дорожной отрасли. А количество новых рабочих мест превысит 7 сотен. Также на новую площадку ПАЭС зайдет шведский производитель изделий из алюминия. А также в производственных корпусах индустриального парка выпуск мягких игрушек и подарочной упаковки наладит уже действующий резидент портовой ОС. Главным составляющим является то, что данные компании реализуют этот первый этап своей работы. То есть они завозят оборудование и параллельно будут проектировать и строить производственные корпуса уже свои на свободных земельных участках. То есть мы предоставляем как раз быстрый старт реализации проекта. То есть компании заходят, арендуют производственные корпуса и параллельно строят свои производства. Эффективность Ульяновской ПАЭС признана на федеральном уровне. Из отчета Министерства экономического развития России следует, что по итогам 2019 года экономическая зона получила 97% по сводному показателю эффективного функционирования. Одна из инициатив, которые регион озвучил Игорю Комарову, касается поддержки строительства новых ОС. У нас была надежда, появилась программа по второй очереди соответственно реструктуризации бюджетных кредитов, где Минфин согласился списывать затраты субъектов на оплату бюджетных кредитов, федерального бюджета, если эти средства будут направляться на инфраструктуру, инвестиционную инфраструктуру. И в общем-то мы рассчитывали на это. Но, к сожалению, сейчас в текущем порядке Минфин прописал только инженерные сети. Это дороги, вода, провода и так далее. А именно инфраструктура индустриальных парков, она туда не вошла. И если сейчас при вашей поддержке мы уже обратились, Сергей Иванович обратился к Севуану, включить пункт еще, чтобы учитывали строительство индустриальных парков, как таковых, это тоже был бы неплохой выход сейчас. Этот вопрос поднимался, на самом деле, и Минфин высказал свою позицию. И у них были аргументы, почему они не хотели туда включать. Давайте мы сейчас изучим этот вопрос. Это тоже объект инфраструктуры. Потому что этот вопрос, я помню, точно он рассматривался. В случае, если Минфин одобрит включение в перечень инфраструктуру портовых особых экономических зон, это станет серьезным подспорьем для экономического развития региона. Добавятся и конкурентные преимущества перед другими странами. Инвесторам будут предоставлены не только готовые площади, но и льготы. Артем Петров и Михаил Державин. Вести Ульяновск. С площадок портовой особой экономической зоны. Левобережную развязку президентского моста откроют раньше запланированного срока. Регион получил дополнительную федеральную поддержку, что позволит ускорить строительные работы. Отчет глава региона представил президенту Владимиру Путину. На развитие дорожной отрасли дополнительно поступили 940 миллионов рублей. Эти средства помогут ускорить, в том числе и строительство развязки в Левобережье. Объект будет введен в эксплуатацию в 2021 году. Почти 200 тысяч моих земляков существенно улучшат качество своей жизни. Владимир Владимирович, считаю, что это очень хороший опыт. Дополнительно финансируйте из федерального бюджета объекты капитального и дорожного строительства, которые регионы готовы завершать опережающими темпами досрочно. К 1 сентября в регионе завершат 95% мероприятий, запланированных национальным проектом «Безопасные и качественные дороги». При этом доля областных дорог, которые соответствуют нормативам, достигнет 46%. Региональный Минздрав укрепляет первичное звено. В этом году в самых отдаленных частях области откроют 6 новых ФАПов и один офис врача общей практики. Не так давно медпомощь стала доступнее в селе Нагаево. Фельдшерско-акушерский пункт там уже появился. Все работы выполнены, объект введен в эксплуатацию. Сейчас решается вопрос о закупке мебели и оборудования. Планируется, что осенью медицинское учреждение примет первых пациентов. Оборудование, заявка у нас сформирована, отправлена. В сентябре состоится заседание комиссии по распределению оборудования. Ну и потом будет проходить закупка этого оборудования. Надеюсь, что осенью уже все будет сделано. Продолжается модернизация Икарсунской районной больницы. В здании стационара и поликлиники поменяют окна, отремонтируют актовый зал и пищеблок. Прилегающую территорию уже облагородили. На дорогах появился новый асфальт. Образ будущего педагога составили молодые специалисты. Мнения и предложения собрали на тематическом форуме. Участниками мероприятия стали специалисты, которые только делают первые шаги в профессии. Их стаж работы не более трех лет. Но в этом их преимущество – свежий взгляд в системе образования. Основная цель данного мероприятия – это построить образ будущего. Образ учителя будущего. То есть, какими компетенциями, какими навыками, каким стажем или опытом работы должен обладать педагог. И, исходя из того, какой образ мы создадим сегодня на площадках, мы поговорим о том, как же стоит скорректировать наш проект «Вектор возможностей», чтобы все пожелания молодых педагогов реализовать. «Вектор возможностей» – это пространство, куда могут прийти молодые педагоги и студенты для обмена опытом. Это одна из мер поддержки педагогических кадров. Кроме того, в регионе действует система наставничества. Каждому молодому учителю помогают более опытные коллеги. Это также стало одной из тем форума. Среди экспертов – специалисты, которые воспитали не одно поколение педагогов. Когда я пришла, у меня был жуткий страх, жуткое бояние того, что я что-то где-то упущу, что-то будет неправильно. Я очень боялась при заполнении документации, важных бумаг, при общении с родителями. Я не знала, как себя вести в конфликтных ситуациях. Педагог-наставник – это именно тот человек, который направляет вас, который дает вам возможность узнать все пути решения. И когда мне подбирали педагога, конечно же, это уже был опытный педагог, который мог меня направить в нужное русло. К форуму присоединились более 80 молодых педагогов, в том числе воспитатели дошкольных учреждений. До старта ежегодной акции «Диктант Победы» осталось меньше недели. Сейчас завершается регистрация участников. Впервые площадки проведения исторического экзамена будут организованы и на промышленных предприятиях. Поводом стало присвоение ульяновского почетного звания «Город трудовой доблести». Планируется, что наиболее активными участниками диктанта станут школьники и студенты. Например, технический университет разместит на своей территории сразу две площадки. Значимость этого события, мне кажется, очевидна, потому что мы сейчас с вами работаем в течение года 75-летию Победы. Это мероприятие проводится и с участием как партии «Единой России», так и военно-исторического общества. И посвящено, конечно, памяти величайшего события. Всего к 3 сентября в регионе организуют 75 площадок. Традиционно это школы и вузы. Но в этом году показать свои знания можно будет и на территории Ульяновского конструкторского бюро. Символично, что к акции присоединятся 75 государств. Среди них Албания, Испания, Мальта, Марокко и даже Австралия. Работа по патриотическому воспитанию с молодым поколением проводится целый год. У нас был проведен флешмоб, в котором участвовало более 60 студентов и сотрудников университета, которые на платформах этих электронных рассказывали о своих родственниках, участниках и героях Великой Отечественной войны. Присоединиться к мероприятию можно и в онлайн-формате. Регистрация проходит на сайте. Рекордные показатели в уборке урожая с полей Ульяновской области уже собрали 2 миллиона тонн зерна. В этом сезоне аграрии региона проводят уборочную кампанию высокими темпами. В лидерах хлеборобы Меликесского района они намолотили более 250 тысяч тонн зерна и подтвердили звание житницы Ульяновской области. Аграрии Чердоклинского района перешли рубеж в 200 тысяч тонн. Именно на этих полях в честь богатого урожая устроили настоящий праздник с песнями и угощениями. Гостей сюда съехали с представителей сельхозпредприятий и региональной власти. Встречают караваемость зерна нового урожая. Сельским тружникам вручили государственные и ведомственные награды, а также благодарственные письма. Урожайность в этом году тоже рекордная. С каждого гектара собирают по 35 центнеров. Такой прирост урожайности зерновых вывел регион в лидеры всероссийского рейтинга. Отметили заслугу каждого и комбайнеров, и ученых, что работают над качеством посевного материала. В настоящее время площади под селекционными посевами, селинамоческими посевами, доведены до 2500 гектаров. Что сказывается на общем объеме наших семян, которые реализуем в нашу Ульяновскую область. Это порядка 2500 тонн оригинальных семян высших препродукций. После короткой паузы снова в поле, а еще не весь хлеб убран. Прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра завершит наш выпуск. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До встречи на телеканале России в программе Вести Ульяновск. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь. Возможно, гроза. Ветер ночью южный, слабый до умеренного. Днем юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью по области 10-15. В Ульяновске плюс 13, плюс 15. Завтра днем по области 25-30. В Ульяновске 27-29. В лесах области ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса. Редактор субтитров А.Семкин